Тема нашего сегодняшнего вебинара — как писать, чем мотивироваться, как делать долгие или быстрые статьи. Лука в этом спец. В прошлом году, как я уже писала в приглашалке, Лука нам помог подняться в топ Хабра, который был постоянным драйвером всех наших авторов, по крайней мере, со стороны ЦИБа. И сегодня, я думаю, что он вам точно даст много отдельных советов, много полезной информации для того, чтобы стать, может быть, гуру Хабра или, по крайней мере, начать туда активно писать. 29 человек. Я думаю, что всех остальных мы ждать уже не будем, поэтому предлагаю, Лука, начать. Да, давайте начнем. Добрый день. Так, сейчас я открою демонстрирую, что-то надо. Так. Надеюсь, все видно, видно, слышно. Рад вас видеть, слышать. Со многими не теряем связь после ухода из джета. Так не бывает. Вот коллеги из отдела маркетинга попросили выступить с актуальной для меня и для них темой. Я с удовольствием согласился. Итак, наша тема сегодня – это Хабр. Как стать автором, как писать, как что делать вообще, чтобы добиться каких-то высот. В конце вебинара я отвечу на ваши вопросы. Можете их в чат писать, можете их подготовить. Вот, нулевым голосом потом. В первую очередь, я зарегистрировался на Хабре довольно-таки давно. В ноябре 2007 года. И как бы это был еще один из ресурсов, да, в котором... Ну, на всякий случай пускай будет регистрация. Не знаю, зачем я это делал, для чего мне это было нужно. Потом я начал туда писать. Причем, соответственно, мои там первые статьи. Половина из них в черновиках. Сейчас вам покажу. Они выглядели очень... Ну... Это были не статьи, а скорее какие-то заметки. Либо приколы, да, вот видите. Такого плана. Половина картинок уже из-за переездов в Хабр, туда-сюда, похоже на провайдер, развалился. И, соответственно, видите, были такие классные времена. Например, в октябре 2008 года, когда там простая картинка приносила плюс 244 плюса. Это, в принципе, многим старым авторам дало возможность... Ну, хорошо, скажем так, подняться, но в конце концов эту возможность прикрутили и сделали Хабр профильным и непрофильным. Соответственно, при написании статей там непрофильный Хабр, типа там чулан, я пиаришь и так далее, рейтинг не учитывался. Вот. Ну, собственно, дело не за этим, да, начал что-то писать. Почему-то, зачем-то, без какой-то цели, да, особо даже не связанной с информационной безопасностью. Потом все-таки решил переквалифицироваться, вот именно в Анфобес, писать по информационной безопасности. Сейчас я пробегусь к моему там профилю, например. Помимо того, что за эти годы я сдружился, скажем так, познакомился со многими авторами и даже с сотрудниками Хабра, мы довольно плотно контактируем, общаемся, хоть с Буньки, там вам надо рассказать, там, опыт иметь, дружим. Если есть какие-то баги, соответственно, как, например, активная эксцесс-вязиенность на Хабре, я ему зарепортил ее, соответственно, тоже им сообщают, да, если есть какие-то моменты, которые, ну, могут помочь мне, честно признаюсь, Бэропа был в пару случаев, когда, даже, может быть, не пару, в пять, когда сотрудники Хабра по моей просьбе, ну, и с явным указанием на нарушение правил удаляли посты и комментарии. Такое тоже было, такое, как бы, это не нонсенс, то есть это простым пользователям, в принципе, тоже доступно, одно, естественно, не самолично, а вот через механизм общения. За это время я пригласил на Хабр довольно-таки много людей, по-моему, 30 человек, если брать по 1000 рублей за приглашение, то это тоже довольно много. Это система инвайтов. И, кстати, вот у меня предложение есть, давайте за самый интересный вопрос, сегодня я кому-нибудь подарю инвайт на Хабр. Что вообще Хабр дает? В плане профессиональной деятельности, вот я, например, могу сказать, что в одном из самых популярных хабов на Хабре, это хаб информационная безопасность, 524 тысячи подписчиков, поверьте, он чуть упал, да? Я, соответственно, в этом хабре нахожусь на первом месте в этом хабре. И я думаю сейчас сбить меня с пьедестала, с этого, может, только Валдик, и то он тоже в последнее время как-то мало пишет, тоже знает дела. И я со многими из авторов, и с того потом мы тоже поддерживаем, соответственно, связь. Общаемся. Вот, это довольно-таки, ну, весомая штука, она дает, во-первых, в профессиональном росте, хороший нетворкинг с коллегами, потому что очень многие читали там меня, да, что-то там интересовались, задавали вопросы, и я практически никому не отказываю, и это, в принципе, сильно помогает. Потом эти же слова подтверждают мои коллеги, которых я и подгонял, и, как говорится, и там, и кнутом, и пряникам, и они говорят, пишите нахабры, и желательно пишите под своими именами. И если взять даже статьи нахабры, которые написали коллеги, которых я пригласил, можно увидеть, что они довольно-таки, довольно хорошо зашли, и их, в принципе, у моих коллег, например, Сергея Зеленского, да, у них есть вот суперхайповая статья про сапоги, плюс вот эта статья недавняя, вот она, да, суперхайповая статья, которая, соответственно, его, по которой его узнают, по которой можно получить, например, там, некую лояльность или, например, некие преференции своего опыта и своих каких-то навыков у заказчиков. То есть, помимо того, что у заказчика, например, может быть выбор, там, между командой пинтестеров, там, одних или других, я вот больше посмотрю, конечно, в области, он скорее выберет команду по компетенциям, как будет равной, да, ту, которую он знает, да, ту, которую он читал, или ту, с кем он общался, там, в интернете, и, соответственно, тоже получил какой-то фидбэк, получил какие-то полезные навыки. Ну, соответственно, про статьи тоже вот можно говорить много, мы их лучше сейчас заберем по коротким, длинным статьям, прям пойду по моим статьям. Что могу сказать? Самые есть, самые простые практики, это публиковать статьи со вторника по четверг, в дневное время суток, это наиболее разгруженное время, хотя сейчас вот еще съехал из-за домашнего режима работы, но обычно это вторник-четверг и, там, с 12 до, там, двух часов дня очень хорошо статьи заходят, очень много просмотров, вот, и в том числе хорошая статья, например, выпущенная в пятницу вечером, особенно при праздничном, она запросто может улететь под грудой хлама и получить мало просмотров. Дальше по статьям, я бы разделил, наверное, на хабре статьи на некие такие новостные, что ли, да, на статьи сугубо технические, влог технические, на статьи такие полухайповые. Что я имею в виду под полухайповыми статьями? Это такие статьи, которые каждый практически может повторить, что там, на коленках, да, воспроизвести что-то из статьи, там, это какой-то гаджет сделать, там, простейший, да, какие-то, там, трюки в программировании, либо еще какие-то хаки, соответственно, что-то, что может упростить жизнь, это, там, некая магия, мы к этому тоже придем, то, что людям, вот, интересные, ну, как бы, их заряжают каким-то фаном. Обычно такие статьи, вот, хорошо набирают, а сугубо технические статьи набирают довольно-таки мало, несмотря на их серьезную реализацию, серьезный подход. Вот, то есть, там, если минимально я простейшую статью могу написать, там, минут за 15, она может набрать очень хорошо, то какая-то сложная статья, она, соответственно, и пишется дольше, и набирает, как правило, меньше, ну, за редким исключением. Часть статей последних, например, сейчас в связи с большой занятостью по основному роду деятельности, пока подзабросил Хаббер, но опишу, вот, в консорцию УВАЗ, в котором состоит, там, веб-притечный секретарь, и прочее, в основном, анонсы. Но в ближайшее время есть пару статьй, у меня запланировано таких довольно-таки интересных, например, там, сравнение сканеров безопасности веб-приложении. И пока вот от некоторых вендоров жду, пока они не пришлют на тест, ну, или не пришлют стамер, для того, чтобы показать, ну, какие, собственно, показатели в 2020 году есть по сканерам. Эта статья, я думаю, зайдет очень хорошо, и в нее будут заходить еще спустя годы, по сравнению, там, с какими-то статьями, вот, типа, на тестинг-гайда, либо записи докладов московского DEVCON, московского УАСПа, который прошел, соответственно, мы его пропустили, дальше уже неинтересно. Далее. Очень часто я прибегаю к публикации статьи по Kali Linux. Это касается бажорных релизов в основном, если нагуглить последние все выпуски Kali Linux, заканчивая бактартом, начиная Kali Linux. А во всех этих статьях писал я. Здесь есть тоже небольшой секрет. Обычно я знаю, что будет в следующем релизе, потому что, так или иначе, посещаю форумы Kali Linux, посещаю их, подписываю их Twitter, общаюсь с их интрибьюторами, и плюс-минус я знаю, что в нем будет. То есть я делаю некие заготовки статьи, ну, могу написать там, да, Kali Linux, Kali Linux, сделать какую-то картинку, да, соответственно, написать заглавный текст, составился ролл, он релиз и так далее. И вот основные фичи какие-то написать. Что касается просмотров, видите, он набирает довольно-таки много, сложностей здесь никаких нет, статья набирает довольно-таки много. Ну, вот я сейчас начать с Яндекса, видите, в режиме инкогнито. Плюс-минус, видите, я нахожусь в первой тройке. Яндекс, в Google, то есть оригинальные сайты. Ну, как же так, как нам тоже так же попасть в первую тройку? Сейчас я покажу еще дальше. Видите, соответственно, я попал с этой статьей SEO, я вам тоже покажу дальше. Хабар высокорелевантный ресурс, его растаскивают на кучу мелких ресурсов, репостит там достаточно много, поэтому статьи вылезают достаточно хорошо. Сейчас более специфичную. Вот, например, статья, да, бэккорта изюминства роутер-росс. Она не сильно, скажем так, техническая, но она касается очень многих людей, потому что многие используют микротик. Соответственно, она очень хорошо набрала. Плюс на эту статью была недавно ссылка в блоге компании Mail.ru и, соответственно, они нам тоже набили, скажем так, просмотров. Плюсов не так много, да, но просмотров 50 тысяч почти. Это довольно-таки хорошо. Далее, вот эта статья, которая о атаке безопасности современных видов систем, вот она как раз-таки та статья, не статья даже, это две видеозаписи, которые по моей просьбе готовил мой коллега, она нашла, скажем так, широкий очень отклик в среде специалистов, если вы занимаетесь безопасностью Windows-системы или вообще безопасностью. Крайне советую посмотреть эти вебинары. Они актуализированы прямо на сегодняшний год. Даже больше могу сказать, вот на то, чтобы записать видеозаписи, да, вот то, что этот человек просил помочь, я ему заплатил из собственных денег 100 тысяч рублей, что бы надо сделать. Тоже своего рода мотивация, потому что там надо было достаточно глубоко разобраться в систему. Вот, ну, за это я получил, как бы, вот эти два видеоролика и сам, соответственно, для себя понял, возможно, некоторые моменты, которых я раньше не издал, в сжатом и очень профессиональном виде и стиле. Вот, ну, так как я здесь ничего не писал, мне, видите, там даже начали писать, где статья, мол, хабар с YouTube, расписывать я не стал, ну, может быть, из-за лени, не может быть, еще из-за чего-то. Соответственно, здесь же есть статья на статью Сергея Ефимова в блоге компании Infosystem.Jet. Тоже такая некая дань компании, команде, в которой работал, указание схожих статей в блоге компании Infosystem.Jet. Далее. Хорошо заходят разного рода методологии, разного рода списки, которые могут быть применены в профессиональной деятельности. Ну, вот, у вас в Security топ-10 релизный кандидат, он набрал 6 тысяч просмотров, когда выйдет в ближайшее время не релизный кандидат, а уже мажорная версия, соответственно, будет больше просмотров, ссылку на ту статью, на новую статью поставлю в старую, чтобы они были перелинкованы. Вот статьи пошли, которые, скажем так, ну, может коснуться кого-то еще, либо статьи, вот типа магии. Вот мы видим, да, 95 тысяч просмотров, нейросеть научилась раздевать женщин. Ага, сейчас тут за всех мужиков скажу, ага, надо посмотреть, что же там такое. Что же там за красную пленку придумали, что еще. Статьи здесь, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять, пять предложений. Пять предложений, две картинки. 95 тысяч просмотров, 56 плюсов. Вот это как раз-таки, как раз-таки, магия и хайпа, и то, что, чем можно зацепить, как бы, людей на погружение в муты. На самом деле, хорошим продолжением этого было бы что? подготовить более глубокую статью, потому что, во-первых, вот статью, кстати, цитировали довольно-таки много, подготовить более глубокую статью, которая добавить, ну, в первый абзац, нейросеть раздевает женщин, и видите, очень много. И добавить в эту статью как раз-таки, ну, более серьезное, что ли, применение нейросетян, а не только вот раздевание женщин. Далее, еще одна из статей, вот как раз-таки, тоже такая, любезная песня. Автор Ганды Краб прекращает работу, уверяет, что управили достаточно. Как не крутить тема детективов разного рода вот сериалов про бандитов, про полицейских и так далее, они довольно популярны в нашей стране. С преступным миром так или иначе очень многие сталкивались и интересуются этой темой, то по руку деятельности, кому просто это интересно. Ну, опять же, заголовок такой, несколько кликбейтный, да, например. Плюс мы дальше видим, что заработали типа преступники 150 миллионов долларов в год и типа успокоились. А как, а что, соответственно, надо сходить посмотреть, что это такое. Опять же, если брать эту статью, разбирать ее по кускам, соответственно, тут ничего такого нету. Есть цитаты с форума, скаймшоты. Практически, видите, ничего в статье серьезного нету, но она хорошо зашла. Здесь, например, если брать это как корпоративный, соответственно, блок, то желательно указать, например, что после того, как статья выйдет, да, можно добавить первообзат, что наша компания обладает антифрод-системами, которая предотвращает такие-то атаки и ссылку на статью про антифрод-системы. Пускай сухую, техническую, но вот эта перелинковка очень много на основной статьи будут приходить трафик сюда и уходить на ту статью, которая, возможно, ну, будет слабо посещаемая из-за вот ее узкой направленности. Тоже и то я поправился, да, очень многих касается NJINX, но опять же, многих настолько поскольку, но 11 тысяч просмотр есть. Вот еще одна статья, скажем так, ну, которая не совсем зашла магическая РЦС заголовок блокнотия, поэтому пропустим. Эти статьи больше информационные, соответственно, у них мало посещений, потому что заходят в основном льгосвоили, кто там был, да, соответственно, что-то посмотреть, что-то увидеть, но тем не менее, это хорошая поддержка, хорошее подспорье, я, кстати, советую тем, кто участвует в этих противостояниях со стороны защиты, со стороны попадающих, я советую эти строки об участии в таких родных проектов указывать в резюме, в том числе и со ссылками на такие статьи с фотографиями. Это довольно-таки много можно сказать вашему работодателю, там, будущему, либо вашим коллегам о вашей родной деятельности, потому что, как ни крути, здесь все-таки стараются организаторы это все прикаскивать на профессиональный уровень, и это, соответственно, тоже говорит о том, что вы находитесь на этом профессиональном уровне тоже не просто так. Далее статья, которая тоже много кого захайпило, это статья про тимбьюеры, естественно, очень многие пользуются, айтишники, садмины, безопасники, в том числе, нет, не знаю таких. Соответственно, да, надо посмотреть, действительно, это было, стоит ли им дальше пользоваться, продолжать им не стоит, поэтому, соответственно, мы смотрим, что там есть. Дальше, сейчас я покручу, вам покажу еще пример логической статьи. Вот еще одна из магических статей, да, слепая простота. Я написал эту статью про слепые CSS-уязвимости и в статье было обнаружено, это, кстати, вот пример статьи такой, ну, довольно-таки, долгой, технической статьи, были примеры по логову и после того, как парсеры Хабра растащили эту статью по своим, скажем так, ресурсам, там, Сухабра и так далее, вот их много. Эти пейлоды, на Хабре практически все были очищены, одно я там помог почистить, но остальные практически все были очищены. Так, сейчас, нет, не вижу пока, сейчас посмотрю. секунду, секунду, так, Ясно. Собственно, что стрельнуло, это стрельнули плейлоды, стрельнули в другие ресурсы. Едем дальше. Сейчас вам покажу пример, который привлек внимание. Тоже короткая статья, но вот такая новостная, которая, опять же, многие хаснулись, F5 и Nginx. Многие с ними работают. Сейчас вам покажу магию. Вот подмена поисковой выдачи Google. Это своего рода тоже магия, когда набираешь одно, выходит другое. Это все могут повторить. Вот так. Народ попробовал, оценил, соответственно, 44 тысячи просмотров. Сейчас я вам покажу одну штуку, которая... Да, вот еще магия iOS CSS of that. Код, который позволял перезагрузить iOS устройство. Так. Кстати, по поводу еще статей. Если вы видите, практически в каждой статье у меня есть картинка для привлечения внимания. Есть те, которые нарисованы профессиональными дизайнерами, вот, например, как у Google Jet, есть там, которые я сам подбирал. Это очень важно, потому что она расходится по соцсетям и довольно-таки хорошо привлекает внимание. У меня практически нет ни одной статьи, которая была бы без картинка для привлечения внимания. Это очень важно. И так же, как хорошая картинка может задать весь тренд в статье, соответственно, дать туда зайти, так же и плохая картинка может слить совершенно статью, которая могла бы хорошо выстрелить. Статья про залга-файзинг, так называемый, видите, вот, опускация кода, который приводит вот к таким последствиям. Я написал заголовок этой статьи с помощью вот как раз этого залга-файзинга. После этого мне написал Алексей, был на редактор, хабрит, говорит, у нас из этого статьи разнесло все новостные ленты. То есть у них развалились мобильные приложения, развалились ленты в мобильной версии хабра. Все это поплыло. Народ начал писать в комментариях, там, что случилось, что там, хабр поломали или не поломали. Вот простейший трюк такой использования, скажем так, нестандартных вещей, да, дало довольно-таки неплохой эффект, да, при увлечении внимания, там, плюс 37 при довольно-таки малом количестве просмотров. Так, ну, это все интересно, конечно, все хорошо. Что касается магии раскрутки SEO и других трюков, есть иногда необходимость написать какую-то статью, написать что-то такое, да, что может, что должно сработать здесь и сейчас, но потом впоследствии у вас может появиться какие-то дополнения. Вот. В таком случае я советую не ждать, там, не выжидать, а писать, там, по горячим следам. Потом его уже добавлять. Так, он на экране назывался, еще как-то назывался он. Уже, вот, углубляться другие статьи. Ванна Декриптера, вот. Когда вышел этот шифровальщик, соответственно, у меня, как и ущерб, был там выходной день, поскольку поскольку там суббота, по-моему, была. И по чатам, по сарафанному радио пошла, пошло активное обсуждение какой-то новой, неизвестной заразы, которая поражает, варит машины, прям, целыми десятками, тысячами. После этого, соответственно, я создал эту статью, написал часть информации, которую я смог получить, да, вот, там, скриншотов, опубликовал. То, что было известно, на тот момент тоже опубликовал. И на этом, приблизительно, статья была закончена. Сейчас я посмотрю. В итоге, по-моему, у меня было написано, что пока больше нет информации доступной, и, соответственно, мы прерываем решение наше. Вот, в этот момент я опубликовал статью. Мне, наверное, в течение получаса после публикации коллеги прислали сэмпл этого вредоноса. То есть это, в принципе, тоже повлияло статья. Мне написали в личку, типа, отблагали или нет, сэмпл, прислали сэмпл. Мы его начали, соответственно, разбирать с коллегами из Казахстана. И поскольку, поскольку практически в прямом эфире, это публиковали статью. И потом мне коллеги писали, да, что, ну, довольно-таки удобный формат. Потом очень многие тоже такое использовали. Такой формат, например, используют при публикации... Ну, при публикации видеозаписи, видеотрансляции конференции Apple, когда они презентуют что-то там, и там выкладывают прям таймлайн. Там 19.00 презентовали там iPad, 19.15 презентовали AirPod, ну и так далее. Соответственно, делается для того, чтобы застолбить место. Застолбить место, соответственно, SEO, продвижение, это тоже очень много дает. Соответственно, если компания губит по каким-то параметрам, по каким-то понятиям вот этим, это тоже, так или иначе, либо приток клиентов новых, либо, ну, поддержание какой-то некой лояльности старых клиентов, да, они видят, что вы работаете по этому направлению, как бы не спите, да, видите и в тренде новостей, и того, что происходит. Соответственно, если гуглить это название, то вот тут, по-моему, как раз-таки я на первом месте стою в статье. На втором месте, ну, после Википедии. Далее, сейчас вам покажу некоторую такую SEO-шную магию. Аудитом безопасности АСУТП у нас занимается довольно-таки, довольно-таки мало, ну, вендоров даже больших. Тем не менее, вот я с помощью Хабра смог, например, повернуть вот такой трюк. Это у нас стоит реклама Яндекс.Директ, если мы переходим на эту ссылку, мы переходим на страницу, это один из сайт-аккаунтов, скажем так, моих на Хабре. И это тоже есть у меня, который, соответственно, статья, она была написана, статья про аудитом безопасности АСУТП, которая после публикации, скажем так, у грязный трюк, была приправлена ссылками на один из аффилированных со мной сайтов, то есть на сайт с услугами. То есть там два-три клика, можно посмотреть Google, видите, у нас на первом месте стоит АСУТП. Можете спросить сегошников, сколько стоит этот запрос, он, правда, не особо такой большой, но я вам сейчас покажу еще один пример. То есть некоторые статьи я специально готовлю. Так, смотрите, у нас сколько рекламы, раз, два, три, четыре. Идем сюда. Здесь сайт старой моей конторы еще висит. Новый сайт висит. И идем в статью. Видим, статья была опубликована 6 марта 2015 года. Выявление рисков и угроз. Есть ссылки на статью. И для того, чтобы тем, кто попал сюда из выдачи, было проще, видите, я в статью добавил, ну, как бы задним числом их можно редактировать. Я добавил, соответственно, информацию по услугам. Таких, соответственно, давайте в Google посмотрим. Лука, можно вопрос? Да. То есть вот можно в статью, да, добавлять, что там, обращаясь по такому-то телефону, звонить прямо сейчас? Вот такие вот откровенно рекламные истории? Или... Да, я в старой статье так прямо добавляю, а почему нет? Я могу показать... А это не вызывает всплеск негатива у людей? Тут, опять же, тут хитрость в том, что если хорошо знать Хаббар, раньше можно было голосовать за статью первые три дня, сейчас первые 30 дней, а эта статья гораздо старее. То есть голосовать за нее нельзя. Докрутить до комментариев мало кто докручивает. Дальше, например, у меня есть статья, которая была в свое время... Сейчас вам покажу. Была в свое время совершенно другой. Так. В Яндексе, по-моему, ее нету. Вот. Смотрите, статья 27 мая 2009 года. Я уже не помню, что это статья была, честно говоря. И в 2009 году о ВАФах на самом деле очень мало кто говорил. 11 лет назад. Я взял старую статью, перелицевал ее, подсветил, ключевики. Все. Тут, видите, вообще что-то другое было. А, нет, это уже свежая. То есть статья была по факту другая, я ее переделал. То есть она набрала какое-то количество просмотров, да? То есть она в почителях нормально... Нет, она вообще другая была. Ну вот я беру сейчас, допустим, вот эту статью. Желательно, где комментариев поменьше. А почему надо брать там, где комментариев поменьше? А потому что, если ты потом в статью заходишь, смотришь, там комментарии вообще относятся совершенно к другому. Ну да. Тут, видишь, она вот в статье какая-то заплюсована, и какие-то там есть комментарии, соответственно, я сейчас беру и там... И пишу про серию вебинаров, скринкастов от разного рода экспертов. И публикую ее. Она публикуется задним числом. Но углом и яндексом она очень быстро подхватывается. Ну ничего себе. Вот смотри, вот у меня есть компания, которая называется Киберполигон. Эта вся штука очень сильно забита. У меня есть, соответственно, и полигон сам этот есть. Есть ООО. Есть моменты, когда мне надо, чтобы он был подсвечен. Так. Вот он тут пляшет еще. Сейчас я найду. Так. Лука, тебя тут спрашивают, не используешь ли ты литературных рабов. Рабов? Нет. Я сам довольно-таки быстро пишу. Это несложно. Если вы напишите в своей жизни кучу отчетов, кучу всяких документаций, то вот написать статью, это ерунда. Вот старая статья. Вот старая статья, превращенная в новую со ссылку. Ну опять же, понятно, что если все будем этим злоупотреблять, скажем так, использовать такие вот хаки, лайфхаки, то ни к чему хорошему это не приведет. Ну, Хабр может уже ужесточить свои, скажем так, правила. Ну, на самом деле, такая экспансия, SEO-экспансия, она не только с Хабром связана. Мы проводили эксперименты и с Пикабу, и с другими ресурсами. Ну, где-то лучше заходило, где-то хуже. Но, опять же, повторюсь, профессиональные вещи, они заходят очень хорошо. И вот даже пример сейчас статей, которая у меня лежит в Черновихах, в которой, да, вот это жду. Вот, опять же, как я пишу статью? Я написал заголовок, нашел картинку, и дальше для себя сделал некий вот разброс просто, да, что будет. То есть, пункт меню, описание возможностей, параграфов. Там, чем это помогает для таких, для других, для третьих. Скриншот интерфейсов, ну, и так далее, вот. И дальше вот эту тему развиваю. Потом мне просто, ну, как говорится, я захожу просто и заполняю определенный вот абзац. Это не значит, что я сел в статью и там написал их за 20 минут. Это как раз-таки большая. Потом есть статьи, которые, да, вот, постоянно дополняют. У нас растет экспертиза. И вроде как думаешь, да, все уже готово, все написал. Тут коллега звонит и говорит, я нашел там вообще офигенную штуку, которая там за 2 копейки позволяет положить сервера из телекома. Мы эту штуку тестим, там, проверяем и так далее. Да, действительно, она работает. Она, там, подходит для нагрузочного тестирования. Но вопрос в том, что теперь надо написать таким образом, чтобы она не в плохие рухи не попала. Чтобы в плохие рухи не попала эта статья. Во-вторых, да, как там усыровать это от повторения. Ну и в-третьих, показать потенциальному заказчику, потенциальному человеку, который тебя найдет через эту статью, например, да, что ты в этом разбираешься. Завуалируя, допустим, какие-то там острые моменты. У меня вопрос есть. Вот если мы дополняем статью, то, ну вот как в случае, когда мы ее переделываем, да, там, с SEO и вообще можем ее полностью изменить. Ну, то есть кто увидит то, что мы там дополнили что-то? Ведь она уже там ушла непонятно куда. К ней никто, наверное, не вернется, не будет ее читать. Ну, то есть смысл дополнения новым материалом? Или нам надо это сделать в ближайшие 30 дней? Нет, сейчас покажу. Смотри, тебе нужно написать, допустим, статью какую-то и ее там как-то припиарить. Во-первых, корпоративные... Я сейчас не припиар говорю, а скорее про то, что мы, например, сделали какой-то обзор, написали его, опубликовали, а потом, как ты говоришь, там появились какие-то новые данные, и мы можем этот обзор дополнить. Да, инвоксируйте, лучше в него добавлять. Вот если мы в него добавим, кто это увидит? Те, кто будет читать. Можно апдейт написать. Ну, то есть лучше снести старый обзор и сделать апдейт, или дополнять старый обзор? Смотри, опять же, тут, как говорится, это хороша ложка к обеду. Если у тебя статья, которая не зависит от времени суток, от чего-то ты там написал, там про, не знаю, там, пять самых лучших суперкомпьютеров, и тут шестой выходит. Это такая, блин, ну, буквально там через день. Конечно, тогда лучше пост снести, сделать статью шесть самых лучших суперкомпьютеров и по новой опубликовать. А если ты пишешь статью, что вот вышел новый суперкомпьютер, а потом начинается вот эта игра в кошки-мышки, там, когда черновики убрали, черновиков достали. Лучше, если, больше обхватывают, на самом деле, если статью и тут переопубликуешь у нас. Но некоторым будет казаться, что они там читали, не читали, но это лучше, чем потерять потенциальных посетителей. И тогда желательно, как бы, уже, там, чуть изменить картинку, там, чуть изменить телезаголовку, потому что человек подумает, что, ну, что, ты доживешь, он это читал и пройдет мимо. Ну, окей. Вот, потом, на самом деле, чтобы вот статьи быстро расходились, да, вот мне надо, если какую-то статью чисто вот за SEO-шик, там, как-то, я могу сделать, ну, опять же, я не знаю, как там, кто за кем следит, не следит, вот я сделал там какую-то ссылку, что-то написал. Ну, окей. Так, обложку для социальных сетей сейчас обязательно ставлю, потому что, чтобы в соцсети нормально все попадало. Так, вот оно у нас есть, есть даже заголовок. Вот можно эксперимент провести. Вот я беру, сейчас я опубликовал его. Прямо самоубийство практически. Вот на самом деле хватит где-то, ну, секунд 20-30, один просмотр пока, чтобы парсеры, которые парсят Хаббард, растащили ее по своим закромам. После этого я беру, ухожу и статью в черновики забрасываю. Все, статья вот эта уже, скорее всего, разлетелась по агрегаторам. Плюс она у меня время уже застолбила. Если я ее буду публиковать дальше, она у меня в ленте вылезет, соответственно, она у меня в ленте вылезет не сразу наверху, ну, как последняя, да, в каком-то блоге. Она вылезет именно в то время, 18.09, вот, в самой этой, в общей ленте. То есть, если я сейчас ее позже опубликую, она у меня появится где-то вот здесь вот. Если мне, чисто, для SEO ее так надо, ну, тогда лучше так и выложить. Если мне не нужно это там для SEO, для каких-то вещей, соответственно, я вообще ее не буду публиковать. Но то, что она уже, скорее всего, схватилась агрегаторами, это единственное. Плюс ее можно успеть там проиндексировать каким-то, каким-либо фейсбук-дебаггером, который подсвечивает картинки, соответственно. Ну, те, кто занимается там маркетингом, раскруткой и так далее, они, конечно, все эти инструменты для соцсетей знают, который позволяет получить превью нормальный, да, отладить, соответственно, там, ок и так далее. Что-то и строится. Деньги, слава ли, женщины. Не понял. Это прямо про то, что тебя мотивирует. Так меня все мотивирует. Деньги, кстати, да, за деньгами Хабр платит тем, кто давным-давно с ними работает. Есть такая штука, программа поощрения авторов. Она, соответственно, видите, платит за статью. Кальвейн этот фонд принес, да, соответственно, выводы. Вот они. То есть 30 плюсов набрал, 3000 положили тебе на счет. Это если ты не пишешь в корпоративные блоги. Но я в основном в корпоративные блоги пишу, поэтому за статьи тут Хабр не платит. Ну, опять я говорю, честно говоря, Хабр принес мне в денежную, на поваленте, гораздо больше, вот именно по клиентам. Плюс на Хабре сейчас есть вот такая кнопка. Так. Вот у любого сейчас зайду, во втором. Вот такая кнопка. Нет. Смотрите, почему-то... Наверное, опять же, тоже корпоративные блоги не дают. Кстати, вот если можем посмотреть, да, практически все статьи, которые в топе висят, все, блоги корпорации. И вот эти вот все скалитные чатики у меня во многих компаниях уже, я думаю, есть, которые позволяют это сделать. Так. По поводу денег. Еще есть вот такая штука. Нет, почему-то я все-таки не вижу, эту штуку. Раньше здесь была такая кнопка, типа, дать денег. Делиться деньгами. Вот мне через эту систему приходило, у нас как-то 15 тысяч рублей, мы заслали в контакт людей, специализирующихся в инфобезе. Я предложил свой контакт. Еще раз, какую еще важную вещь хочу сказать, да, по поводу этих блогов компаний. Если вы пишете от себя, соответственно, но даже в блоге компании, вы имеете в виду, что ваше мнение могут притянуть ко мнению компании, а потом будут очень нехорошие разборки. Поэтому, если вы пишете в блоге компании, обязательно советую все это прогонять через людей, которые, наверное, собаку съели. Ну, или собаку съели, которые там разбираются, вот, например, там, через Александру или ее коллег, заниматься самодеятельностью, потому что они, у них, как говорится, и чуйка уже налажена, грани хайпа или корпоративного какого-то позора. Вот. Вы можете этого просто непонять, не знать или не учесть своей статье. Если пишете от себя, ну, опять же, да, если вы там ассоциируетесь с компанией в той или иной сфере, ну, я думаю, вы это уже будете учитывать. Если не ассоциируетесь, то это, как говорится, вы сами вольны за собой следить, как что будет. Но, что касается корпоративных блогов, да, необходимо придерживаться каких-то определенных правил, может быть, даже какой-то некой диктатуры. В этом. Но обязательно учитывать эти моменты. Творчество творчеством, вот, а порядок должен быть. Потому что, наверное, такой блок, такую там, все диктатуры, просто одной, какой-то неказистой шуткой в сторону конкурентов, например, либо в сторону читателей, да, можно получить вот большую волну негатива, которая очень долго будет разгребать ваши коллеги. Давайте ваши вопросы послушаю или там прочитаю. Ну, какие-то уже написаны. Кстати, можно голосом задавать. Да. Кстати, молодому инженеру аналитику, чтобы мотивировать писать на Хаббер, что ему дадут публикации. Случай, конечно, мотивацию, цели потому, что надо. Ну, знаете, есть певцы, которые поют, например, песни только там в ванной, да, у себя под душем там. А есть люди, которые там начинают, может, там сначала в клубаках поют, потом уже в консерваториях. Не знаю, может, это неправильное сравнение, вот. Но чем больше ты о себе заявляешь, чем больше ты себя как пиаришь, тем в конце концов ты больше стоишь в деньгах. Я могу сказать, что я сейчас получаю довольно-таки много, и в том числе благодаря и Хабберу, и в том числе благодаря и Джету, потому что я там работал. Как бы пример там моих коллег, да, которые довольно-таки известны в узких кругах, в узких кругах, которые постоянно пиарятся, которых постоянно зовут куда-то. Скажем так, ну, прошли те времена, когда я там ходил на какие-то конференции за деньги, да. Сейчас я хожу на конференции, где мне платят деньги за то, что я пришел там, за то, что ты рассказал и так далее. То есть это тоже плюс. Ну, если не ограничиваться только деньгами, то я думаю, в принципе, все люди довольно-таки в той или иной мере там тщеславны, да, и хотят получить какую-то там известность, так или иначе. То есть там как автор какого-то там исключительного решения, или там как автор какой-то книги, какого-то посоли. Ну, у каждого разные цели стоят в жизни. Да просто прийти и сказать, мама, там, я в телевизоре, смотри, мне вот, ну, вот он я, смотрение, сколько людей прочитало, сколько меня поблагодарило. Ну, это и внутренняя мотивация очень хорошо прогревает. Что касается каких-то вещей профессиональных, это, опять же, умение писать, это умение общаться с коллегами, делиться какой-то информацией нужной. Потому что тупо там кинуть ссылку в рабочий чатик, типа, давайте смотреть, что там, это одно дело. Когда написать хотя бы 2-3 сопроводительные строчки, а еще лучше написать, что я там выходные посмотрел, проверил, это вообще классно работает. Сильно нам упростить жизнь, парни, вот, потому что, потому что, ну, и, соответственно, это расписать еще, можно идти на Хабре, на Гороне. Это тоже, говорю, профессиональная признательность. Плюс, опять же, никто не мешает взять вам эти статьи и закинуть в свое портфолио. И ваш там работодатель, может быть, ваш начальник тоже увидит, да, что вы довольно-таки замотивированы, у вас тоже стоит как-то там продвигать, передвигать и так далее. Уже эти дают деньги за статьи, не знаю, как сейчас, но какая-то мотивационная там характеристика есть. Но, опять же, говорю, не гнаться вам в перспективе не вот эти вот деньги как бы дадут там плюс, а в перспективе вам эти статьи дадут плюс. И статьи вообще в умении изъясняться нормальным языком перед людьми, это тоже довольно-таки весомый вклад. Следующим шагом, вот я вам советую, это возможность введения вебинаров. Вот вебинаров каких-то там, воздействительных вещей там для своих коллег, для тех, кто, с кем вы работаете, поделиться каким-то знанием, да, вот у меня, например, я с большим удовольствием там смотрю Антона Гаврилова, коллег там из отдела консалтинга, периодические ссылки про, ускакивают, касаемые, так называемой бумажной безопасности, GDPR и так далее. Я в этом слабо разбираюсь, честно говорю. И если бы я не смотрел эти обучающие видео, не читал их статьи, скажем так, я бы, в общем, голову. И это мне сильно очень помогает, да, я за это благодарен. Поэтому, как бы, я с ними делился там своей информацией, они собирают другую информацию. Это еще вполне работает. Так, структурируют свои знания, потому что, когда пытаешься что-то объяснить другим, то у тебя самого понимания предмета становится глубже. И это тоже вполне себе рабочий вариант, да. Берешь какую-то систему, что-то с чем-то там разбираешься, как она работает, как она интегрируется другими системами, как она там деплоится, разворачивается, насколько она удобная. Пишешь там выводы, не пишешь выводы, да, оставляешь их там на гадких читателей. Это тоже хорошая штука, да. Можно упорядочить мысли свои, упорядочить, как бы, знания. Вот я говорю, как статья, которая висит в черновиках по нагрузочным тестированию, как я ее все-таки выложу. Посмотрите там тоже. У меня там метаний тоже довольно-таки много было по инструментарию, по многим там нюансам, да. Но сейчас, я говорю, мы опять же разогнали например, тот же L7 через систему Пандоры, через систему разворачивания на кучу инстанций. Грубо говоря, мы сейчас за 5 минут можем несколько сотен тысяч инстанций с Яндекс-станками развернуть, одновременно оплатив эти инстанции и закинув их как бы paid for. Ну, короче, поставив в оплату за время использования. То есть, если мне надо провести нагрузку действительно с тысячи адресов, я могу это сделать сейчас вот довольно-таки беспроблемно. И опять же, это все пришло вот с азов, там, с написанием статьи, с простейшего использования, уже углубления в тему. Как бы уже появилось понимание этого инструмента, да, и его вот такого использования уже в комбинации с какими-то другими вещами. Куча обратных связей. Вот. Да, Сергей, привет. У Сергея три статьи на Хабре, видите, он пишет кучу обратных связей, предложения для подработки. Самую удачную. Я, честно говоря, не могу сказать, удачный, неудачный. неудачные статьи я, как, нет, я могу сказать, неудачные статьи у меня были, но у меня их не осталось. Я над ними поработал, либо их переписал, либо удалил. Вот так вот. Потому что, ну, понятно, минусы можно хватать и так далее. Что касается удачной статьи, ну, для каждого она своя удачная. Вот у меня статья удачная была, да, например, какая-то новостная, да, за которую меня пристали заплатили там за 10 минут работы. Ну, да, в принципе, удачная. С другой стороны, ну, мне, скажем так, немножко стыдно, потому что, по сути, да, использую свои навыки быстро, быстро печати, не знаю, быстро, быстро расхайпанья. Я их мог написать. Смотрите, если у вас статья большая, прям большая-большая, то ее лучше разбить на цикл небольшой. Саша, привет, тоже. Если статья большая, но законченная статья сразу может быть, да, которая держит там читателя в напряжении, как вот Серегина статья про сапоги, то ее лучше закончить в эту статью. Люди, некоторые не любят вот этого разрыва, когда продолжим в следующем выпуске и так далее. Если статья такая познавательная, например, я думаю, сейчас вот будет много статей, честно говоря, я жду, когда все посыпется к чертям собачьим, вся эта удаленная айтишная история, потому что сейчас уже она сыпется во многих местах, и мы сейчас практически глаз не смыкаем, очень много работы появилось, помимо того, что было. Статьи, которые вот позволяют и бизнесу хорошо жить в удаленке, и айтишников не прижимать, и пользователям некую свободу дать, но при этом не допустить пробелы в безопасности. Вот такой цикл очень хорошо бы зашел, и причем зашел бы он с циклом с поддержкой еще именно каких-то комплайенсных или бумажных вещей. то есть сотрудник на удаленке, сотрудник дома, я понимаю, очень много таких статей сейчас выходит, и будет выходить еще, и быстро все это не закончится. Нет каких-то прецедентов, нет никаких пока еще статистических данных от того, к чему это привело. Вот такие данные, я думаю, очень хорошо тоже зайдут. И вот они как раз зайдут именно циклом статей, и люди уже даже по большей части будут ждать. В качестве примера такого рода статей, ну даже не такого рода статей, а вот как коллеги пишут и не скатываются, скажем так. Вячеслав пишет, Тронский, да, соответственно. Вот они пишут, PHP дайджест выпускают. Они небольшие, такие понятия, но видите, они довольно-таки хорошо пропульсованы вся. И такого рода, особенно события связанные с безопасностью, очень многие дайджесты ведут компании, такие как Касперский и так далее. Это, в принципе, очень хорошая вещь. Ну, Jet, и CIRT, по-моему, тоже собирались такую штуку делать. Не знаю, сейчас делает или нет. Может быть, вот мне там Алексей скажет. Это тоже было бы неплохо, например, какой-то срез раз в неделю писать там о каких-то значимых событиях с точки зрения компании инфо-системы Jet и ЦИБА и все это дело, да, на что-то обратить внимание. Это немного, это не займет слишком много времени. Ну, да, это не займет слишком много времени, но это дает, делают, вроде бы что, на Хабре. Нет, на почте. Ну, на почте, нет, на почте у меня подписан, в секьюрити приходит рассылка. И это у меня все есть. Опять же, на почте, видите, эта рассылка, она, скорее всего, для своих. То же самое, тот же самый текст, вот те же пять абзацев того, что случилось публиковать на Хабре. И вот, как минимум, одна статья полу-техническая есть в этом неделю. Причем она уже готова. Это реально классная идея. Причем, да, причем она уже готова. Я просто, по сути, транслировать туда надо. А у меня вот вопрос тоже появился по поводу людей, тоже там молодых, например, инженеров, там, аналитиков, программистов, неважно кого, но таких, которые только в начале пути, либо каких-то скромных товарищей. вот, вот, часто они, мы там, когда обсуждаем с ними возможность статьи, они не уверены в том, что стоит ее публиковать, стоит публиковать ее на Хабре, что это может вызвать какие-то комментарии, уличающие их в некомпетентности. вот, как этим людям работать с собой, не знаю, какие аргументы для себя найти, чтобы все-таки не бояться и написать статью или цикл статьи на Хабре? Ну, это, опять же, вопрос зрелости человека, я, например, чем больше узнаю, тем больше, мне кажется, что я вообще никогда ничего не знаю. Вот, ну, как парадокс, не знаю, но у многих коллег такое же было. Компетентность, некомпетентность, некомпетентность, наоборот, может показать то, что ты ничего не пишешь, ничего не знаешь, не умеешь. Коллеги, привет, меня слышно? Да, привет. Да, Лука, привет, всем привет, Лука, рад тебя слышать. Такой вопрос, может, у тебя есть какой-то лайфхак, вот, есть ребята, которые статьи пишут, ну, просто невыносимо долго, то есть, ну, я там, не самый далеко крутой писатель статей, ну, мне там, как правило, написать статью, там, это один-два дня, вот, на тысячу, там, 12 знаков, там, и плюс, там, ее отредактировать, но есть ребята, которые, там, пишут их месяцами, если можно... слушай, это нормально, это, опять же, я говорю, это не лайфхак, это само поведение, как бы, понимаешь, это не только статьи касается, обычно, я говорю, вот пример, слышно меня, да? Да, удар, вот, смотри, вот пример, опять же, есть хорошая тема, и услышал я ее, по-моему, в джете, что лягушку надо съесть, жабу надо съесть с утра, то есть, самое противное, самое отвратительное дело, сделать с утра, и дальше, он тебе не висел, дамокал он мечом. Вот, я беру статью свою, я говорю, вот я сначала просто сел, там, да, там, в обед, там, после перекура, там, или, там, не знаю, там, или перед сном, и сел, примерно накидал, про что я буду писать. Я пришел на работу за полчаса, пока еще никого нет, вот я взял, и накидал здесь, допустим, каких-то подпунктов, там, больше функциональности, там, ну, там, не знаю, там, там, и это можно, кстати, сделать из какого-нибудь тудо тоже добавлять, вот, грубо говоря, потом я сел, вот здесь два, здесь два предложения, написал, здесь два предложения, у меня уже абзац. То есть, если я потом сяду писать, и меня прям это захватит, то я, скорее всего, там, за два, за три часа, вот, вот так напишу. И опять еще, зависит от времени. Но с чего-то надо начинать, можно, говорю, просто, вот даже завички, вот, блок там поставить, не знаю, там, метки поставить, там, ложку, там, пускай вообще будет пусто, но ты зашел, ты черновикую закинул, вот она у тебя есть, вот уже у тебя есть какой-то задел, то есть, вот, куда тебе нужно вернуться и потыкаться. Вот по твоему опыту, когда, вот, может быть, в процентах, вот, на хабре все-таки важнее быстро написать, нежели полно написать. То есть, некоторые ребята пишут, там, научную статью, фактически, там, кандидатскую, они так относятся к этим статьям, но действительно, иногда, необходимо просто, там, в течение суток, а то и часов быстро, там, описать какую-то проблему. Ну, опять же, да, если она будет хайповая, ты можешь написать ее, ты можешь, грубо говоря, знаешь, как в онлайн-играх, там, там, медик, там, там, не знаю, там, колдун, как они называются, у тебя есть человек, допустим, который, ну, у которого все в оперативной памяти держится. То есть, пулеметчик, пулеметчик и артиллерист. Да, он тебе за 15 минут накидал, что там, вырос, там, появился, там, новый какой-то там вирус, там, COVID-20, да, типа, сейчас распространяется. Все. Туда вот статью все полезли, в комментарии, там, там, сражь начался, война, холивор и так далее. А в это время твой артиллерист, с того и пушки свои. То есть, пишет нормальную статью рядом. Слушай, а вот, что бы сделать, перевести дайджесты в, на Хабру, какие-то, может быть, это есть, СУ, что нужно учесть? Да, в принципе, я бы, на самом деле, взял бы какую-нибудь запоминающуюся картинку, потому что сейчас, сейчас я посмотрю, Касперских. Так, причем, их можно и в новостях, как говорится, кидать. Вот, лучше делать, например, ежедневные или еженедельные? Как же? Не, ежедневные слишком много. Ежедневные ты потом, ну, ты не найдешь, только, во-первых, народу, мне кажется, каждый день писать. Так мы каждый день, у нас дежурные, делает каждый день дайджесты, у нас по подпискам, по мегаме. просто тоже засрать этим мусором, мне кажется, тоже не очень хорошая идея. Вот, смотри, видишь, у них security week. Вот она. Вот он дайджест у Касперского. Вот что произошло. Картинка какая-то невнятная, конечно. Ну да, не, а можно использовать какой-то, ну, вот, как у этих со слоном. То есть, использовать одну и ту же картинку? Не, использовать какой-то, какой-то узнаваемый символ. Сейчас, как он там. Так. Вот он. Тот же самый слон. но в разных вариациях. Что это такое использовать? То есть, можно на эту картинку наложить, например, бренд, ну, словно там, G-seed, попробовать. Ну, типа, да, там, какого-то вот этого синего этого чувака. Хорошо, спасибо, да, за идею. Что, еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет. Мы тут думаем о том, кто будет победителем. Ну, я думаю, что Алексей, он замучился их вопросом. А в чем победитель? Он, я не против. Ссылаю почту. А победитель получает приглашалку. Мне кажется, у Алексея есть кого-то. кого нет. Ну, он может распределиться и как хочется. А-а-а, может, кому-то из-под джет-серта могу зайти. Ну, а тут это будет лишний. А, ну. Давай почту. Вот, я выслал. Сразу. Пароль к верте. Да, я знаю. Да. Да. Если у нас после этого вебинара родится рубрика «Постоянная джет-серта», я буду... Вы только обещаете, Александр. Только обещаете. Даже молодому человеку со свадьбы все обещаете и обещаете. Почему? Я сдержу обещание. Я распишусь в маске и перчатках. Вот. Мы будем тоже наблюдать за этим в Фейсбуке. Я не выложу селфи. Просите. Ну, ладно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое тебе, Лука. Чудесные лайфхаки. Слева. Пока. Всем пока. Пока.